Для детей, достигших 14 лет. Костанайская область Архимед Мухаммедов посетил два района – Карабыловский и Федоровский. В ходе своей рабочей поездки по этим двум регионам главу области интересовали как производственные объекты, так и объекты социальные. Сегодня мы готовы в нашей программе «Регион 10» рассказать в подробностях о визите Акима области в северные районы. Первым объектом, который был выложен по маршруту, был комплекс по переработке и хранению зерна на 30 тысяч тонн ТО «Урнекска». Предприятие внушительное и по внешнему виду, и по производственной деятельности. Более миллиарда тенге обошлось его возведение местным хозяевам. И вторая очередь, сюда мы уже, значит, 456 миллионов потратили, но он решил в стадии завершения у нас строительства. Когда закончите строительство? Тут на следующий год планируем ввести, но есть одна проблема. Мы этот комплекс в том виде, в котором мы сейчас есть, хотели ввести в эксплуатацию, сушилка. У нас в технологической линии совсем оборудована была привезена сушилка, мы куфинская. Она, значит, смонтирована, вот именно примыкает к этому комплексу. По нашим нормам, 17-го года, которые изменения были, на 18 метров должна быть вынесена на сторону. То есть мы этот проект не можем ввести в эксплуатацию, потому что есть несоответствие. Ну, переносить сушилку, которая смонтирована, это очень затратно и неэффективно, потому что 18 метров. Какой орган не согласовывает вам? Какой орган? Во-первых, даже проект не берутся нам делать с этой сушилкой, которая есть. Мы хотели хотя бы эту часть, которую построили, ввести в эксплуатацию, переделали проект на этот объем. Они, даже проектная организация, не берется ее проектировать, проект ставить. Поэтому мы без сушилки проект заказали. Сушилка у нас даже не в проекте. Впресса отдельно потом заказывает сушилку. Мы хотим, думаю, все-таки вопрос разрешится, чтобы нам не переносить ее на 18 метров. Мы отдельно потом готовы даже проект на сушилку сделать, чтобы она была в комплексе. Ну, а отработайте тогда с проектной компанией. Может, возьмется какая-то компания? Вот это проблема и проблема. Комплекс услуг по приемке, очистке, сушке, складированию, хранению и отгрузке зерна весьма востребован в северном регионе нашей области. Поскольку здесь всегда бывают урожаи хлеба, а подрабатывать, сушить и хранить его мощностей и емкостей всегда не хватает. Гарантии есть на это оборудование от производителей? Обязательно. Есть, есть. Сколько? Год? Три года? Сколько? Год. Год. Год гарантии на все оборудование, которое здесь у нас поставили. Если что-то там выйдет из строя, то готовы приехать, восстановить, да нет? Ну, пока такого не было. Нет, если вдруг выйдет, я специально задаю вопрос. Внушительным оказался и рынок сбыта продукции у данного предприятия. Республика Казахстан, Польша, Латвия, Бельгия, Германия, Китай. Следующим объектом на пути следования по маршруту Акимобласти оказался завод по производству растительного льняного масла ТО «Промбаза-7». Это совершенно новое и современное производство по переработке масличных культур, а вошлось собственнику в 1,8 млрд. тенге. Причем источники финансирования поделились таким образом – собственные средства 30%, заемные средства 70%. Широт уже отправляется на комбиформовые заводы. Гранулирован он идет весь. Кто покупает его? В Россию выходит. В Россию, а на нужных выходит в Европу. Сколько продали тонна? Где-то тысячи грен, наверное, две тысячи, половины тысячи. Цена какая? Цена 80 тысяч тенге. ЦДС. Так все не чувствует. Производственная мощность, переработки масличных культур – 7 тысяч тонн в год. В 2018 году экспорт продукции составил 245 тонн, в том числе и в Китай. В 2019 году экспорт продукции составил около 900 тонн. Вот надо большие гипермаркеты на прямую поставлять, когда объем увеличится. Там же очень много масла привозного. И в России привозят, и в других регионах. Местные продвигать надо будет. Местные. В этом году ТОИО «Промбаза-7» реализует проект полного цикла по производству растительного масла. Особенность проекта состоит в том, что завод находится в сельской местности. Тем самым используется принцип локации переработки собственной сырьевой базы. Уникальность данного производства в том, что оно приобрело самые передовые технологические линии лучших фирм Италии, Японии, Франции. В итоге все это современное оборудование подключено к интернету. И что самое главное, если итальянцы поставили в «Промбазу-7» свое новейшее оборудование по качественному производству растительного масла, автоматизированные линии по переработке масличных семян, то они через онлайн-связь контролируют из самой Италии ее эффективное обслуживание. Также работают и японцы через интернет, они также контролируют производственную ситуацию на маслозаводе. Внедрение ТО «Промбаза-7» цифровых технологий в производство растительного масла позволило повысить производительность труда на 25%. Медицинская помощь на территории Федоровского района оказывает 39 учреждений здравоохранения, в том числе одна центральная районная больница. Две врачебные амбулатории, 8 фельдшерско-акушерских пунктов и 28 медицинских пунктов. Количество прикрепленного населения 23 тысячи человек. И вот на днях в районе произошло радостное событие – открытие Камышинского фельдшерско-акушерского пункта, причем построен он с нуля, с нулевого фундамента. В Федоровском районе Кустанайской области открылся новый объект здравоохранения – Камышинский фельдшерско-акушерский пункт. В селе Чанда, где построен с нуля данный ФАП, давно нуждался в медицинской помощи. Здесь проживает свыше полутора тысяч человек. Камышинский фельдшерско-акушерский пункт намерен обслуживать жителей близлежащих сел, а это ни много ни мало, еще более тысячи сельских тружеников. Отрадно, что на жизненно важную потребность сельчан в новом объекте здравоохранения живо откликнулись руководители товарищей и крестьянских хозяйств, что находятся в сельских округах данной местности. Они пошли на взаимовыгодное сотрудничество с местной властью в виде государственно-частного партнерства. Только одно ТОО «Турар» для нового фельдшерско-акушерского пункта выделило более 63 миллионов тенге. Вот эта программа государственно-частного партнерства очень понравилась, будем говорить, так как, понятно, мы сегодня вкладываем деньги, вложили свои деньги, построили вот сегодня фельдшерско-акушерский пункт, и государство, государство в течение трех лет, оно как бы возвращает нам эти деньги. Но когда нам возвращают эти деньги, мы, соответственно, тоже уплотим налоги, но я думаю, в любом случае, понятно, какую-то определенную сумму налогов мы оплотим, но в любом случае, я думаю, что выигрыши только все. Фельдшерско-акушерский пункт готов оказывать доброчебную, первично медико-санитарную помощь. Новость обрадовала не только население чистого чендака, потому что в фельдшерско-акушерский пункт за помощью смогут обращаться жители близлежащих сел Северное, Алабутала, Мирное. Я думаю, что не только я рада, рады все жители, и особенно пенсионеры, которым уже нелегко ездить, допустим, в райцентр. А здесь мы теперь можем пройти частичное обследование, и при том в таком хорошем здании. Весь поселок ждал это знаменательное открытие. Мы очень рады этой больнице. Здесь такие кабинеты мы уже проходили, смотрели. Когда она открывалась, люди просто от себя шли, помогали убирать здесь мыли. Очень рады, мы очень рады этому открытию. На 250 метрах новый ФАП разместил дневной стационар на четыре койки. Есть здесь кабинеты для интенсивной терапии новорожденных, система ультразвуковой диагностики. Впечатлений, конечно, очень много. У нас очень тепло, уютно, комфортно, коммуникабельно. Здесь мы можем принять экстренную помощь, можем доброчебный кабинет, проверить, посмотреть беременных женщин, детей до года, провести профилактический осмотр, вакцинацию. Самое главное, что у нас еще есть помещение, где есть теплая скорая. Для нас, для села это очень важно. Анастасия Фоменко прибыла сюда из города Семей весной нынешнего года. С ней оформлено соглашение о взаимных обязательствах с выплатой весомого подъемного пособия. На таких условиях и с предоставлением жилья ФАП ожидает прибытие еще двух медицинских работников из числа выпускников Карагандинского медицинского университета. Социальные объекты на селе играют важную роль в наполнении полноценной жизнью сельских тружеников. Акимобласти всегда в своих рабочих поездках уделяют этой стороне особое внимание. Не стал исключением и визит в два северных региона области. В Карабалыкской центральной районной больнице за период с 2016 года по настоящее время в рамках текущего ремонта были проведены работы на общую сумму 7 миллионов тенге. В 2019 году произведена замена системы отопления. Выделили 135 миллионов тенге мы 90 врачам именно для сельских мест, как раз в Карабахской районах. Да, все пятеро получили. В город мы выделили, это подъемные люди, выделили 135 миллионов тенге. В город мы выделили спонсорских где-то 100 миллионов тенге просто на. Сейчас квартиры по линии КИК через казахстанские потечную компанию, в этом году мы где-то 50 квартир где-то выдадим, а на следующий год выдадим почти 300 квартир. То есть в этом году если где-то мы привлечем по 300, а в следующий год тоже будет где-то по 300, мы практически уже решим все остальные вопросы. Поэтому вот эти пять специалистов, которых не хватает, пять или сколько, шесть? Четыре. Четыре не хватает? Да. Четыре. Основные в таких острове. Да, тогда вот по ним надо будет работать. Вот пятерым, которые прибыли, вы жилье предоставили? Предоставили. Да, потому что они долго не продержатся, если без жилья. Это вот задача Акимов районов решить в первую очередь, в первую очередь, жилищный вопрос. Если жилье предоставите, то специалисты уже спокойно могут работать, останутся на долгое время, пока не отработают, там есть специальный у них срок, тогда жилье предоставите, они должны отработать именно вот, чтобы до конца. Там пять лет есть у нас, семь лет есть у нас условия. Ну, в этом году полностью предоставят, на следующий год сейчас тоже готовимся, вот, изыскать три квартиры. Строить надо, арендное жилье надо строить, по баху-тутбассе, с предпринимателем надо работать. Хороший опыт, я же вот говорил, в Краснодарском районе хороший опыт есть, они строят жилье. На следующий год ваш район участвует, районный центр в программе АУЛ ГИЛЬБИСИГА. Посетил Аким и ясли сад Карл ГАШ, где убедился в том, что маленькие дети находятся в теплых, практически домашних условиях. 32 миллиона деньги мы выделили по программе АУЛ ГИЛЬБИСИГА. Это, получается, вы теплый пол сделали. Что еще здесь? Замена канализации полностью, отопительная система полностью, затем освещение, внутренняя покраска, побелка, ограждение, хрусчатка. А до этого сколько лет ремонт не проводился? Ну, последний раз ремонт был в 2011 году. А тогда сколько выделяли? Ну, тогда выделяли, но была только замена пластиковых окон. Ну, практически капитальный ремонт пришел в этом году. 2 миллиона, большая сумма. Сколько группы того у вас получают? Групп 6 у нас. Федоровская района библиотеки Акимобласти показали информационно-библиотечное обслуживание населения. Миссия библиотеки информационная, образовательная, культурно-просветительская и коммуникационная. Организация методической и практической помощи библиотекам района. В обеих районах области Аким Архимед Мухаммедов провел встречи с жителями в рамках общественной работы партии «Нуратан». Люди шли навстречу с разными заботами и проблемами. Мне бы хотелось услышать от вас, будет ли у нас в селе газ? В газоснабжении села Гурьянское мы включили перечень приоритетных проектов в нашей области на ближайшие годы. Сегодня мы газифицируем в основном районные центры, большие села. Вот в Федоровске мы провели соседний район газификации. Третью очередь завершаем. Сейчас идет газификация Аулекольского района, села Аулеколь. Начинаем Кушмуру, крупные села. После завершения работ крупных сел мы перейдем села с наименьшим населением. Поэтому Гурьянское приоритетных проектов у нас есть. Сейчас в ближайшее время мы скажем, в каком году будет газифицировано. Проект с меддокументацией есть? Нет, проект с меддокументацией надо подготовить, определить стоимость. Протяженность магистрального газопровода, подводящего, внутриквартального газопровода. Кроме того, это же у нас птицефабрика, да? Да. Сейчас мы наконец-то по птицефабрике Комсомольской решили все вопросы. Крупный инвестор, это Жасхана-2006, Майиш Файрат Алимбаевич, он взялся за этот проект. И сегодня с Казагра все вопросы решены. Вот я недавно был на Султане, совещание провели с руководством Казагра, и они ему передают птичники, оборудование полностью, птички с оборудованием, Кабикормовый завод передают. И также он привлекает средства, обороты средства привлекают финансовые. И задача стоит в этом году, в 2020 году запустить его. 12 тысяч тонн будет мясо птицы, выпускать данную птицефабрика. И там тоже вопросы будут по газификации. В конце рабочей поездки Архимед Мухаммедов провел прием граждан в районном филиале партии Нур-Отан. Большая часть вопросов местных жителей коснулась проблем ЖКХ. Акимобласти внимательно выслушал каждое обращение и дал соответствующие поручения ответственным лицам. По итогам поездки Архимед Мухаммедов поручил руководству района проводить работу по улучшению качества жизни сельчан. С вами была программа «Регион 10». Встретимся с вами ровно через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова